Меня зовут Зиновьева Мария, я педагог-организатор Дворца Творчества Преображенский. Сегодня хотела бы вам рассказать про животный мир Африки. Давайте для начала посмотрим, где находится Африка. Африка находится у нас под Евразией. Африка это второй по величине материк после Евразии. Этот материк самый-самый жаркий, он полностью находится в жарких климатических поясах. Причина этого в географическом положении континента, так как вся территория находится в жарких климатических поясах. Именно в Африке находится самое жаркое место на земле Даллоу, где была зафиксирована самая высокая температура на земле, плюс 58 градусов. Также в Африке находится самая огромная пустыня на земле, которая называется Сахара. Также на юге есть пустыня Калахари. В Африке есть три основные природные зоны. Это влажные эквивалтериальные леса, это пустыни и это саванны. Каждый участок нашей земли находится в определенной природной зоне. Это одна или несколько территорий, для которых характерны схожие климатические условия, рельеф, растительные и животные. Это называется природной зоной. Давайте еще раз повторим. Есть влажные эквивалтериальные леса, есть пустыня и есть саванна. Давайте посмотрим на карте, где они находятся. Посмотрите, в самом центре находятся влажные эквивалтериальные леса. Чуть дальше у нас, чуть выше у нас идут саванны и еще чуть выше у нас идут пустыни. Обратите внимание, что все наши природные зоны находятся симметрично относительно экватор. То есть выше катериальных лесов идут саванны и ниже идут саванны. Дальше идут пустыни и тоже к низу идут пустыни. Как вы думаете, в какой природной зоне самая высокая температура, где более всего жарко? В пустыне, верно. Дальше, молодцы. Давайте начнем с влажных эквивалтериальных лесов. Эта природная зона является уникальной. Здесь не чувствуется особой разницы между сезонами. Средняя температура держится приблизительно на уровне 24 градусов по Цельсию круглый год. Дождь идет практически каждый день. Основные показатели погоды – это повышенное тепло и влажность. В африклянском экваториальном лесу сформировались особые климатические условия. Здесь очень богатый мир флоры и фауны. Влияние человека здесь минимально. Экосистема находится практически нетронутой. Здесь очень-очень много растений. И солнце зачастую даже не достают до земли, потому что все погружено в деревья, в растения, в лианы. Экваториальный лес – родина многих ценных растений. Самая распространенная из всех пальм – масленичная. Также древесина многих деревьев ведет на изготовление дорогой мебели. И в большом количестве возится за пределами треками. Например, беновое дерево. У него черная древесина. Она очень-очень ценная. Также здесь растет баобаб. Его ствол полностью пропитан водой. Также на деревьях свисают лианы. И делают лесную чащу непроходимую. Также здесь много пальм кокосовых, банановых. Благодаря такому количеству растений и такой природе здесь живет достаточно много различных животных. Здесь животные в деревьях – обезьяны. Здесь живет и леопард. И обитает редкое животное – акапия. Живет оно только в Африке. Также здесь встречается и карликовый бикинот. Леопард – это единственный представитель кошачьих, который затягивает и поедает свою пищу именно на дереве. Леопард способен поднять и протащить тушу животного вдвое, превышающую собственный вес. Представляете? Среди леопардов также встречаются ледоеды, но это довольно редкий случай. В основном ледоедами становятся раненые и больные леопарды. У леопардов отличное зрение, увидеть добычу они могут на расстоянии полутора километров. В дикой природе леопарды живут 10-15 лет. Также в Африке, только в Африке живут акапи. Как вы думаете, посмотрите, на кого похож акапи? Да, чем-то он похож на жирафа, чем-то на зибру, чем-то даже на лошадь. Но акапи – это прямой родственник жирафа. Акапи достаточно немного в Африке, их насчитывается примерно 10-20 тысяч. Их невозможно сосчитать, потому что они достаточно скрытные. В зоопарках мира их насчитывается около 45 особей. Посмотрите, у акапи какой язык. Он очень-очень леный, они могут мыть даже глаза. Акапи живут в русле реки Конго. Также я бы хотела сказать, что до конца изучить их жизнь и повадки не удается, потому что они достаточно скрытные. Также в эквитериальных лесах живут не только акапи, не только насекомые, но в деревьях живут многочисленные мартышки, в чемпанзе. Хотела бы вам побольше рассказать про горилла. Видите, на картинке справа у нас горилла. Горилла – это самая большая обезьяна на Земле. Взрослый самец весит до 270 килограмм, имеет рост на 2 метров. Но, несмотря на то, что они имеют такой грозный вид, они совершенно добродушные. Животные эти живут только в лесах Африки и предпочтительно питаются растительной пищей. Челюсти у них очень-очень крепкие, поэтому ход в еду они едят все. И коровы, и древесины, и корешки, и стеклорастения, и орехи, плоды, и даже корнеплоды. Большую часть времени проводят на Земле. Руки в них длинные, а ноги относительно короткие. Пальцы на стопе способны к сладону. Также здесь живет и муха ЦЦ. Она переносит возбудитель болезни, которая вызывает заболевание и гибель крупного рогатного скота лошадей. У людей он тоже вызывает опасную для жизни сонную болезнь. Также в Африке много змей, в том числе ядовитых. Также здесь живут муравьи, кермиты. Кермиты питаются растительными остатками. Достаточно много птиц, очень красивых. Живут только в актериальных лесах Африки. Как вы думаете, как называется первая птица? Она называется радужной туканой. Радужные туканы живут небольшими группами, по 5-10 особей. Ночуют они в дупле, плотно прижимаются друг к другу, поворачивают свои горомузкие клювы под кровоососедей. Благодаря этому хорошо экономят место до своего небольшого жилища. Питаются фруктами, режем насекомыми, древесными лягушками, изредка птенцами других видов птиц. А это трехцветный ара. В дикой природе они жили до 1885 года. Причиной исчезновения стало яркое красивое перение. Люди отлавливали их для домашнего содержания, тем самым нестребляя из природы. К сожалению, в дикой природе их сейчас нет. Как называется эта птичка? Синий-желтый ара. Молодцы. Синий-желтый ара очень хорошо летает, ловко маневрирует между ветвями огромных деревьев. Эти птицы легко находят общий язык с людьми, быстро адаптируются к смене обстановки, лично чувствуют себя даже среди шума. Благодаря таким особенностям характера пермотов они полюбились людям с новых времен. Посмотрите, что за птица с таким красивым-красивым лоском. Как она называется? Она называется павлин. Молодцы. Да, павлин тоже живет, в том числе и в Африке. Как только павлин замечает опасность, он распускает свой хвост. И посмотрите, у него в хвосте огромное количество родноцветных глаз, которые способны спеть в хищниках с цели. Также его красивый хвост помогает самцу привлечь самку во время мрачных играх. Игр. А только в сентябре хвост павлин, к сожалению, начинает терять свои перения, для того, чтобы весной снова пристать во всей красе. Давайте познакомимся с саваннами. Саванны в Африке занимают огромное пространство. Это около 40% площадь ледерика. Лес и саванны – это два различных мира. Белее светое и открытое пространство. Травы достигают 3 метров в высоту. Редко встречаются деревья. А сезон дождей длится 7-9 месяцев. Посмотрите, саванны у нас находятся чуть выше куториальных лесов и чуть ниже куториальных лесов. Как бы огибают их. В саваннах есть два сезона. Первый – это засушенный сезон. Зима длится с ноября по апрель. Температура воздуха колеблется около 25 градусов. Осадки выпадают незначительными. В это время можно наблюдать массовую миграцию животных в поисках воды и пищи. А дождливый сезон длится до лета. С мая по октябрь. В это время дожди идут каждый день. В основном после обеда. Многие животные плодятся в летний период, поскольку повышается процент выжимаемости потомства. Экосистема Африканская саванна – это тропические пастбища с высокой температурой круглый год. Небольшим количеством осадков летом. Для саванна характерны травы, небольшие деревья, которые не образуют полный тень, позволяя солнечным свет попадать на землю. В саваннах произрастают очень высокие травы, до трех метров. Деревья, например, здесь тоже есть. Это акации, бабабы. Они растут в одиночку или отдельными группами. Давайте познакомимся с животными Африканской саванны. Это африканские слоны, жирафы, крокодилы, зебры. Это слон, да. Это африканский слон. Но слоны бывают разные. Бывают африканские, бывают индийские. Сейчас мы поговорим именно про африканского слона. Высота животного достигает почти 5 метров. Весит он не меньше 6 тонн. У африканского слона достаточно большие уши. Посмотрите, какие. В два раза больше, чем уши у индийского слона. С махами огромных ушей он спасается от жары. Их длина ушей может составлять до 2 метров. Это помогает животным эффективно снижать температуру своего тела. Питаются они исключительно растительной пищей. И на одни сутки такому большому животному необходимо до 3 тонн еды. В связи с этим слоны питаются почти постоянно на протяжении 16 часов в сутки. Африканские слоны уникальнее еще и тем, что среди них, как и среди людей, есть правшие левши. Что можно легко определить по тому, каким линиям бивнем слон пользуются чаще. Также в долине реки Нью живут крокодилы. Как вы думаете, сколько зубов у крокодила? У крокодила больше 60 зубов. Порядка 66-68. Все это зависит от вида крокодилов. А как вы думаете, сколько лет живут крокодила? Крокодилы могут жить по сотне лет, иногда и даже больше. Представляете, какие-то укажите. Интересный факт о крокодилах заключается в том, что у них есть некая дружба с птицами. Большие хищники, нередко находясь на суше, скрывают рот и позволяют небольшим птичкам выклевывать заставки мяса, застрявшие вешал на зубов. И при этом они никогда не едят этих пернатов. Большую часть суток крокодилы проводят в воде. Предпочитают пресные водоемы. Однако прекрасный солевой обмен позволяет этим рептилиям жить даже в очень соленой морской воде. В церкви крокодилы встречаются не так часто, как львы и тигры. Они очень плохо питаются в дрессировке и обладают одним исключительным рефлексом. Стоит упасть на язык существа всего лишь капли воды или пота, сорвавшиеся с албат дрессировщика, которые подаваться и публике засовывать голову в открытую пасть животного, как тут же челюсти сомкнутся. Все представители этого вида так устроены, поэтому мало кто готов идти на такой риск. Также здесь живут львы. Лев – это самый крупный представитель кошачьих лаприки. Это царь зверей. Он никого не боится. Его рев слышен на много-много километров вокруг. Что самое удивительное, что хочется не львы, а львицы. Представляете, за один раз лев съедает свыше 10 килограммов мяса. Также здесь живут и носороги, но они не слишком дружелюбные. Этых животных легко узнать по двум рогам – большому и маленькому. После еды носорог отдыхает где-нибудь в тени, укрывшиеся от палящего солнца. Ему также нравится валяться в грязи. Так животное защищается от укусов назойливых насекомых. Жирафы имеют уникальный ротовой аппарат, внутри которого располагается гибкий язык фиолетового оттенка. Длина почти 50 сантиметров. Помните, как у Акапи. Губы усеяны короткими волосами, датчиками, с помощью которых жираф определяет степень зрелости листьев и наличие шипов. Жирафы умеют мучать, шипеть, рычать, даже свистеть. Весь этот набор звуков они используют для общения с сородичами. Ни один из тех звуков не доступен для уха человека, так как общение происходит на частоте ниже 20 Гц. Человеческое ухо просто не улавливает эти звуки. Мамы юных жирафов часто организуют в детский сад. Одна взрослая санка стоит, смотря эти детенышины, а все страницы дрожной толпой идут и добывают еду. Эти животные в основном питаются утром и вечером. При этом на трапезу у них уходит не меньше 12 часов. Их излюбленным объектом питания являются акации, которые произоставят на всем африканском континенте. Стоит отметить, что в дикой жизни жирафы живут порядка 15 лет, а в зоопарках могут прожить даже больше 20. Такой убедительный факт. Также в месте живет розовый фламинго, птица-марабу, африканский страус и самая маленькая птица-саван – нектаринца. Природные условия саван благоприятны для выращивания культурных растений в жарких странах. Это маниоко, сладкий картофель, арахис, кукуруза. На более влажных местах выращивают даже вес. Теперь познакомимся с Сахарой. Сахара – это крупнейшая на земле пустыня. Годовое количество осадков менее 100 метров. Иногда осадков не бывает по нескольку лет. В летнее время жара достигает плюс 40-50 градусов в тени. В Сахаре огромные площади занимают гуминистые пустыни, где местами громоздятся дюны и барханы. Растительность Сахара чрезвычайно скудная, а местами ее нет вообще. Только в оазисах развивается богатая растительность. Посмотрите, пустыни находятся у нас чуть выше, чем в саванне. И чуть ниже, чем в саванне. Африканский континент вместил много пустынь, включая Сахару, Калахари, Намимб и другие пустыни. Пустыня Сахара занимает большую часть территории Северной Африки и является самой большой жаркой пустыней в мире. Животным, конечно, здесь живется совсем непросто. Они должны быть приспособлены к высоким температурам, отсутствию воды и к продвижению на большие расстояния, чтобы добыть воду. Они приспособлены к условиям пустынного климата. Давайте посмотрим, кто их здесь живет. Верблюды, антилопы, скорпионы, черепахи, африканские жуки. Верблюд называют еще кораблем пустыни. Масса взрослого верблюда 500-800 килограмм. А высота полки достигает до двух метров. Длинная шея дает ему возможность доставать до королы, до низкорослых растений, которые он, собственно, и кушает. Бывают однокорбые верблюды, бывают двугорбые верблюды. Верблюды могут жить до 40 лет. У верблюдов отличное зрение. Они могут увидеть идущего человека за много километров. Примерно за 3-5 километров. Еще они прекрасно чувствуют запах влаги. Могут почувствовать свежее пастбище или пресную воду на расстоянии 40-60 километров. А также могут заметить на ней дегрозовые тучи и отправиться в сторону. В надежде попасть в то место, где проникнутся дожди. Максимальная скорость, которую развивают верблюды при веке, около 16 километров в час. Скорпионы. Скорпион принадлежит к утреннейшему отряду членостоногих паукообразных. Обитает как в тропиках, так и в пустынях. Охотится по ночам на различных насекомых. Жаля и обездвиживая, убивая свою добычу вееронитом, хвостом. Для человека укус скорпиона не смертелен, но вызывает сильную боль, опухоль и озноб. Скорпионы могут долго до нескольких месяцев обходиться без пищи. Посмотрите, на кого похожи вот эти животные. Как вы думаете? Правильно, оно похоже на лисичку. Кто-нибудь знает, как оно называется? Оно называется фенек. Фенек маленький сородничь лисицы. У него большие уши, из-за которых он выглядит очень забавно. Фенек проводит почти весь день в логове, устроенном в земле. А ночью, когда становится прохладнее зверек, навостряет ушки и выходит на охоту. Фенек питается небольшими птичками, грызунами, насекомыми, а также саранчой. Такие большие уши позволяют зверку быстро находить для себя добычу, даже если она находится в земле или в песке. А также отвечают за процесс терморегуляции, что особенно важно в условиях пустыни. Хотела бы рассказать про рекорды Африки. Как мы уже и говорили, величайшая пустыня – это пустыня Сахара. Она заменяет 7 820 тысяч квадратных метров. Это одна четвертая суша Африки. 75% общей площади пустынира лежит на материке Африка. Также в Африке есть самая длинная река Миромил. Ее длина 6671 километра. Выбрасывают реки и живут у нас бегемоты, живут крокодилы. Также в Африке есть самая высокая вершина материка – это вулкан Килиманджаро. Расположен он с веки разломов на востоке материка. Здесь вот справа. Также здесь в Африке есть самое большое озеро, которое называется Виктория. Она вторая по площади из пресноводных озер мира. После озера Верхнего в Северной Алиоке. Только в Африке, нигде в большем мире, встречаются муха-цеце – это насекомое, вызывающее сонную болезнь. Мы видели ее на фотографии. Встречаются алкапи – это родственник жирафа. И бельвичия – удивительное дерево-карлик в пустыне на ним. Оно живет несколько тысяч лет и пускает за свою жизнь всего два листка. Давайте посмотрим, кто у нас здесь нарисован. Нарисован лев, нарисованы обезьяны, морской котик и крокодил. Как вы думаете, кто из этих зверей не живет в Африке? Правильный вариант В. Морской котик не живет в Африке. Совершенно верно. Так, здесь у нас, смотрите, синий-желтый трехцветный ара, волк, жираф, слон. Как вы думаете, кто не живет в Африке? Слон? Неверно. В Африке не живет волк. Отлично. Так, посмотрите, у нас с вами здесь кенгуру, пингвин, орел и зебра. Кто из животных не живет в Африке? Правильно, пингвины. Кто-нибудь знает, где живут пингвины? Пингвины живут на южном полюсе. Большие молодцы. У меня осталось еще небольшое задание для вас. Нужно будет сказать наоборот. У слона ноги сильные, а у жирафа... Слабые? Так. Только они у него не слабые, а? Тоже сильные. У слона уши большие, а у жирафа маленькие. Слон добрый, а крокодил слой. Бегемота ноги короткие, а у жирафа длинные. Жираф срывает листья высоко. Носорог низко. Молодцы. Жираф травоядное животное. А лев? Да, лев ест у нас животных. Вы большие молодцы. Давайте с вами вспомним, какие у нас три зоны есть в Африке. Это влажные и куториальные леса. Кто у нас там живет? Обезьяны, леопарды, акапи, попугаи. У нас дальше идут с вами саванны. В саванны живут слоны, крокодилы, носороги, жирафы, львы. И у нас с вами есть пустыни. Кто живет в пустынях? Верблюд, антилопы, черепахи. Вы большие молодцы. Надеюсь, что вам понравился мой рассказ про животных в Африке. До свидания. Спасибо. Спасибо.